Доброе утро всем, кто продолжает смотреть телеканал «Россия». И начинаем выпуск с погоды. В Карачаево-Черкесии сегодня будет местами дождь, в горах с мокрым снегом, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 6-11, днем 12-17. В горах уже минус 1, ночью будет плюс 4, днем 3-8. В Черкесии сегодня днем дождь, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 9-11, а днем 15-17 градусов тепла. Завершил свою работу Всероссийский молодежный форум «Машук». О том, в каком формате он проходил в этом году, почему его проект был признан одним из лучших в СКФО, и что такое ярмарка проекта на «Машуке». На эти вопросы в эти минуты в нашей студии ответит участник форума и мой коллега Руслан Джукаев. С ним встретилась Белла Джозаева. Доброе утро всем. Доброе утро, Руслан. Я благодарю тебя за то, что ты нашел время, пришел сегодня к нам в студию в утреннюю, а то мы тебя всегда наблюдаем, вернее, зрители наблюдают тебя в другое время суток. Руслан, завершил свою работу традиционный Всероссийский молодежный форум «Машук». Ты уже четвертый раз принимал в нем участие. И надо сказать, что твой проект, уже реализованный проект, был признан одним из лучших в СКФО. Мне бы, конечно, для начала хотелось бы узнать поподробнее, что это за проект. Еще раз спасибо, что позвали в гости. Мне очень приятно, что мою деятельность за стенами, мои официальные работы наблюдают и оценивают на таком уровне. Проект называется «Айти-волонтеры». Это проект-грантообладатель 2018 года. В 2019 году мы его реализовали. Он направлен на создание волонтерского движения в сфере информационных технологий. То есть мы привлекаем молодых специалистов, проще говоря, программистов, дизайнеров, всех, кто относится к этой сфере, в сферу волонтерства, чтобы они, работая, развиваясь, получая профориентацию, опыт, помогали остальным. Основным направлением, которое мы хотели тогда охватить, это были благотворительные фонды на территории Карачаева Черкесской Республики. И так и вышло. Мы по сей день с ними сотрудничаем и периодически мы им помогаем именно по нашей части. Техническое оснащение, что-то где-то подсказать, сделать, какую-то консультационную помощь оказываем. Согласись, это большое дело по нынешним временам, когда без компьютера никак людям. Что касается самого форума, в каком формате он проходил? Мы же знаем, какой это был год. Этот год, конечно, стал испытанием для нас всех и, конечно же, для нашего любимого форума, где я начал свой старт, так скажем, в общественной деятельности, вообще как молодой человек. Форум в этом году проходил в две смены. Три смены, точнее, проходили онлайн и четвертая смена прошла в режиме офлайн формата. То есть мы поехали на поляну, но было ограничение по количеству людей. 300 человек из всех субъектов СКФО, в том числе и России, участвовали на данном форуме. Ну, конечно же, мы проходили все тесты, и вот, чтобы безопасно это все провести, вот организаторы вот таким образом нас отбирали и, конечно, провели форум на высшем уровне, на мой взгляд. Руслан, скажи, пожалуйста, что такое ярмарка проектов на Машуке? Ярмарка проектов – это такая площадка, где представляют лучшие проекты, которые уже реализованы, реализованные в регионах СКФО. То есть из каждого региона представляется один проект, который выбирается профильным министерством и вообще руководством форума, чтобы представить на, так скажем, суд и нашим ВИП-гостям. То есть у нас очень много гостей из Государственной Думы, из местных регионов, то есть разного формата гостей, и мы рассказывали о своем проекте, мы рассказывали, как мы вообще проходили весь этот путь. То есть для меня, как для участников форума Машук, это был четвертый Машук, и для меня это большой показатель, потому что первый год я поехал просто участником, на второй год я выиграл проект, на третий год я реализовал этот проект, на четвертый год я уже на ярмарке проекта форума Машук, и для меня это, конечно же, большое достижение. Я думаю, все твои достижения еще впереди. Я желаю тебе только успехов, и спасибо, что был гостем программы. Спасибо огромное вам. Спасибо.